Народ, всем большой привет! Приветствую вас на канале YesFamilyVan. Как всегда из жаркой Флориды, город Нейплс. И сегодня у меня будет совершенно такой, мною, я понимаю, что может быть этот ролик не сильно будет популярен, но мною очень долгожданный ролик, долгожданное видео, которое я специально снимаю для вас, для своих подписчиков и для людей, которые вдруг по каким-то причинам соберутся приобрести себе столь замечательные два автомобиля. Хочу просто реально прорекламировать ныне существующие джипы, а это именно джипы. Два, на мой взгляд, самых популярных и топовых автомобилей сейчас для США, именно в линейке американских классических автомобилей от джип. И почему, и что, и как, расскажу. Ну, единственное, я решил по поводу вагониры записать и сделать отдельный обзорный ролик, видео, а сейчас профессиональный. Я постараюсь сделать это достаточно профессионально, уже с привлечением и монтажера, и видеорежиссера, видеооператора и так далее. А сейчас я просто сделаю сравнительный ролик двух автомобилей. И самое главное, что я буду это делать не от лица обзорщика, а от лица человека, который оба автомобиля этих купил. И, соответственно, уже есть у меня опыт по поездкам, по вождению. Я всегда стараюсь выдержать паузу между моими щенячьими эмоциями с брызганием слюной, когда ты машину купил, и между уже более-менее спокойным обзором, когда я уже немножко покатался, поездил, когда я уже имею опыт, уже посмотрел, попробовал функции ночью, днем там и так далее. Поэтому этот ролик будет об этом. Начну его не совсем, не совсем обычно, как начинают обзорщики. И вот в чем дело. Так что же необычного в начале этого ролика? Необычное следующее. С лабонервных я попрошу удалиться от экрана. Да, кстати, бензин у нас стоит 3,85. Вот такие замечательные наклеечки с Байденом, горячо нелюбимого почему-то в нашем городе, потому что у нас республиканский город. А я это сделал. На самом деле, такие приколы вот тут есть у нас местные. Так что, кто считает, что у нас тут президента все почитают? Нет, знаете, отличие основной США и России в том, что в России плохо живут и довольны президентом, а в США хорошо живут и недовольны президентом. Вот такая фишка есть. И вот поэтому они везде клеят, короче, такие приколы. Но дело не в этом. С лабонервных прошу удалиться от экрана, поскольку я сейчас буду заправлять не регуляр, 3,85, который у нас стоит, а здесь у нас на крышке бензобака указано, что октановое число, которое мы можем заправлять всей корабль, исключительно 91+. Ну, отсюда будет и цена. 91+, у нас единственный бензин Supreme, и стоит он 4,5 доллара за галлон, за 3,8 литра. Поэтому переводите 3,8 литра, соответственно, американский галлон, и у меня почти пустой бак с остатком на 100 километров. Ну, или 70 миль. Ну что, погнали! Те, кто после указанной суммы будет в шоке, например, если кого-то шокирует, то можете про обзор уже даже не смотреть, потому что, в принципе, Lada Largus там и так далее вам, наверное, будет ближе. А для тех, кого как бы не вызвало это культурного шока и все устраивает, то можете продолжать смотреть обзор, почему вам стоит, например, покупать этот автомобиль. Сразу отсеем половину и пойдем дальше с вами смотреть уже с теми, кто будет готов ко всем, скажем так, моментам, которые я покажу в настоящем американском Роуз-Ройсе, не меньше. То есть это настоящий американский Роуз-Ройсе. Ну что, заправляемся? Поехали! Ну что ж, друзья мои, в общем, 93 доллара за 20 галлонов. Вот такой вот получился у меня счет за заправку. И те, кто сейчас сказали да ну на, закрывая монитор, уже без вопросов, уже вам вряд ли будет интересно, что там внутри, какие отличия и так далее. Поэтому забейте и не психуйте перед экранами. Ну, а всех остальных я приглашаю разделить со мной информацию, которую я вам расскажу, сейчас вам расскажу. да, кстати, я напоминаю о том, что у меня канал категорически мой против войны, поэтому всех людей, которые поддерживают все это, я тоже попрошу удалиться, так же, как и тех, кто в шоке вдруг, ну, в плохом шоке, не в хорошем, а в плохом. То есть, все нормально, ребят, я понимаю, что для многих это действительно дорого, я уж так, это просто утрирую. И так, 374 мили получается, он мне сейчас показывает, что я могу проехать на одном баке, то есть, соответственно, прибавляем туда 70 оставшихся, и того примерно на 450, ну, вот так возьмем, 450 милл, я могу проехать. Вот вам фактически уже расход, и вот вы видите здесь, что он показывает, что примерно 14 миль на Галлоне я могу проехать, это и среднестатистический расход, трасса-город. Ну, вот как-то так. Переводите, пожалуйста, то есть, я еще раз говорю, кому надо перевести в метрическую систему, переводите, то есть, ну, и получится примерно, я вам так скажу, от 13 до 17 литров, в зависимости от манеры езды, трасса-город, то есть, ну, в среднем 15 литров на 100 километров, 15-16 он будет тратить, если переводить в километры. Поехали дальше снимать. Вот стоит джип, и мы сейчас его отснимем. Да, но надо справедливости ради сказать, что тех людей, которые отвалились уже, или готовы были отвалиться на моменте заправки Вагонира, Гранд Вагониры, я с удовольствием приглашаю на обзор Гранд Чироки, который существенно вам сэкономит со своим 3.6, ну, и, соответственно, я расскажу, у меня есть обзор подробнейший на мой Чироки, посмотрите, он уже записан, он уже в двух частях, очень-очень подробный, но, в принципе, я могу сказать, что там реально существенная экономия, а мы просто с вами, я сейчас вам покажу, стоит ли или не стоит, вы каждый будете решать сами, сам будет решать, стоит ли переплачивать за Вагониры, нужен ли вам американцы Rolls-Royce, или достаточно какого-нибудь альтернативы, не побоюсь, честно сказать, Range Rover Sport, например, вот как-то вот так вот, если примерно соизмерять, ну, я понимаю, сейчас вы там покидаете камни, но, поверьте мне, я сейчас понимаю, о чем говорю, потому что новый Чироки в комплектации Summit, поверьте мне, вряд ли уступит какому-нибудь Range Rover, просто посмотрите обзоры ребят, которые делают на Ram Track, московской компании, они делают, посмотрите, как они классно делают обзоры, и они подробно рассказывают, сравнивают, и там все это дело видно, если вдруг не доверяете лично моему мнению, поехали дальше. Ну что, народ, два самых замечательных автомобиля, самых красивых джипа, мне кажется, во всей истории, и мы с вами, нам с вами удалось заснять их, мне удалось для вас, в сравнении друг рядом с другом, и я сейчас немножечко помешаю проезду, но, тем не менее, я все равно вам поснимаю их самых красивых ракурсов, и давайте посмотрим, в чем же отличие этих двух основных автомобилей. снаружи, внутри, и, конечно же, прокачусь, и расскажу уже из опыта поезда, как владелец. Соответственно, самый, самый классный и почти самый крутой флагман от компании джип, Гранд Вагонир, который, обзор на который я еще запилю очень подробный в виде, прямо видеоинструкции для владельцев, очень все просят, и Гранд Чироки версии L, он же есть в упрощенной версии, уже вышел, уже есть, машина 22 года, тоже есть подробный обзор. Что мы с вами вкратце имеем здесь? Мы имеем Гранд Вагонир, который во всех своих комплектациях, а именно серии 1, серии 2, серии 3, имеет двигатель 6,4 Хэми, один из самых надежных, один из самых классных, мощностью 478 сил, и в принципе этот автомобиль сделан на базе Dodge Ram, или Ram уже, все знают его как Ram, то есть та же в принципе рама, очень много решений, которые есть у этого автомобиля, и абсолютно новая платформа, на 100% новая, которая используется благодаря сотрудничеству с компанией Alfa Romeo, это Jeep Grand Cherokee L, то есть этот автомобиль полностью новый, а этот автомобиль сделан на платформе уже ныне существующего, поэтому, соответственно, мы можем вам сказать, я вам могу сказать так, что и тот, и тот автомобиль скажем так, заслуживает внимания, при том, при всем, что итога 3,6 мощностью 393 лошадиные силы, и 6,4 мощностью 470 лошадиных сил, колесные базы у них по длине одинаковые, и в принципе в этом плане вы никак не претерпеваете ничего, в случае же, конечно же, самих размеров, Grand Vagoneer на сегодняшний день один из самых больших автомобилей, больше чем Cadillac Escalade, больше чем Lincol Navigator, классическая версия Grand Vagoneer сравнима практически с Cadillac Escalade ESV, то есть удлиненной версии, и в принципе весь этот объем у него ушел именно в салон, багажник при этом у нас не сильно большой. Все семейные черты, как вы видите, сохранены, единственное, сразу говорю о том, что Grand Vagoneer, вот эта конкретная версия, она специальное издание Special Edition это Grand Vagoneer Obsidian, есть точно такая же версия в сером цвете, и она называется Carbid, то есть тоже нету ни грамма хрома, серый Carbid, офигенно смотрится для тех, кто, допустим, устал от черного и ему не нужен черный. В случае Cherokee, Grand Cherokee L, версий достаточно много, самое классное, самое заряженное это Summit, которая очень классно смотрится в белом свете с черной крышей на манер Range Rover, то есть это версия, которая на мой взгляд является одной из флагманских. При этом мы с вами видим схожие черты, только если на самом Jeep Grand Cherokee у нас везде надписи Jeep, Jeep, то есть на стекле везде Jeep, Grand Cherokee, на колесах Jeep, то в случае Vagoneer мы с вами этих надписей нигде не увидим, ну за исключением вот такой вот маленькой надписи черной и там где-то на стекле, то есть а так сплошные надписи Grand Vagoneer, Vagoneer, Grand Vagoneer, здесь большие буквы, то есть все это в принципе говорит о том, что они компания Jeep Chrysler, она решила выделить эту модель в максимально отдельное звено и в принципе версии что мы с вами вообще имеем я вам так расскажу начинается от Cherokee простого Cherokee L, Cherokee L в комплектациях от Limited ну там есть еще BES версия но она редкость большая то есть ее в принципе никто не берет она не особо востребована то есть версия Limited затем идет уже более навороченная версия Overland и Summit эту линейку закрывает при этом версия есть моноприводная и полноприводная в случае же Vagoneer мы имеем только двигатель а да кстати в Grand Cherokee есть еще двигатель 5,7 Hemi 400 лошадиных сил в случае же Vagoneer мы имеем только 6,4 и версия которая только полноприводная то есть моноприводных версий Grand Cherokee не Grand Vagoneer не бывает шикарно смотрится Jeep Grand Cherokee светодиодные фары оптика передняя шикарная светодиодная оптика задняя стоп-сигналы и самое главное светодиодные очень яркие огни заднего света машина смотрится просто роскошнейшим образом имея в принципе в своем исполнении все то что имеет автомобили любые автомобили премиального класса смотрится все это дело крайне крайне роскошно в отличие от российских обзорщиков я не буду отрывать американские флаги потому что я недавно видел как это сделали в обзорах ребята но я понимаю скрепы мешают оставить американские флаги мне они не мешают поэтому все окей у меня по-прежнему американские флаги на машинах так как они есть у первоисточника ну вот здесь вы видите загорелись светодиодные белые огни очень-очень яркого света и сейчас я включил головную оптику для того чтобы посмотрели как она смотрится вообще в целом вот таким вот образом я не знаю будет ли видно это днем но очень классно смотрится оптика и внизу зажигаются еще огни туман туманок которые тоже светодиодные ну вот я для вас специально зажег туманки вы можете посмотреть вот они вот так вот светятся то есть на ваших экранах скорее всего моргают потому что не светодиодные поворотники на самом деле они не моргают они светятся оранжевым и светятся противотуманные фары светодиодные очень красиво реснички то есть очень-очень гармонично ну и грант вагонир собственной персоной сейчас мы с вами посмотрим его в проезде так как это должно смотреться на дорогах в любой точке вот так проезжает нас с вами вагонир эти флажки по-прежнему на месте все хорошо совершенно роскошно смотрится оптика задняя и поверьте вживую он смотрится намного круче даже чем я вам пытаюсь показать это на видео задние фонари встроены вниз нижние фары светодиодные выполняют роль еще поворотных огней при повороте руля они загораются и в общем смотрится это тоже крайне крайне классно и вот так горят стопари кстати при открывании закрывания машины они приветствуют также на манер ну допустим какой-нибудь ауди когда они просто расплываются в разные стороны это смотрится очень-очень тоже классно собственно как и передняя оптика так ну и что ну и давайте заглянем и сравним два салона которые безусловно по величине будут разные но тем не менее функционал один и тот же значит здесь салон с капитанскими креслами кто обзоры смотрел знает белый салон смотрится роскошно очень много места во мне метр семьдесят восемь я почти сто килограмм веса и в общем мне тут места хватает просто вагон впрочем я также могу благодаря этим креслам пройти на третий ряд и сесть расположиться на третьем ряду что в принципе для меня вполне себе упирается коленки но я могу сдвинуть еще кресло туда вперед и легко сесть usb usb c все есть все работает дефлектора вот здесь вот есть также можно открыть закрыть то есть и из функционала доставшегося от старшего брата давайте с вами внимательно посмотрим что же нам досталось от вагонира в наш чироке помимо того что нам досталась светодиодная оптика классный движок 3.6 более экономичный и более для нас приемлемый нам достался достаточно большой экран светодиодный достался экран для пассажира с мультимедиа функциями досталось совершенно замечательное стекло цифровое как это было уже давно у кадиллаков и вот пожалуйста обыкновенное стекло досталась цифровая приборная панель с возможностью выведения всевозможных функций и вот вам пожалуйста все что необходимо также подключение HDMI здесь у нас к сожалению нет экрана но окей мы поуправляем здесь кнопочками ничего страшного не переплатим крутилка и в моей версии отсутствует управление клиренсом и управление различными вариантами моды движений это к сожалению просто усеченная версия здесь у нас обыкновенный подголовник подлокотник и здесь у нас обыкновенный перчаточный ящик или просто сторож музыка у нас стоит альпин здесь везде что тоже в принципе не может не радовать потому что она не самая простая отличный звук все вокруг зашито кожей материал очень дорогие даже вот этот пластик очень очень классного качества посмотрите я удивлен что джип вообще вышли просто на новый уровень здесь никаких псевдопростройств настоящая прострочка настоящими нитками память сидений датчики мертвых зон управление электрозеркалами и так далее здесь у нас тоже опция масса в версии саммит еще появляется у нас с вами режим ночного видения с определением людей и животных и прострочка очень красивая кожи да здесь безусловно есть у нас вентиляция сидений и так далее для задних пассажиров же у нас есть только подогрев и управление климат контролем ну что перемещаемся с вами по-быренькому флагманский автомобиль посмотрев а что же там такого сильно крутого за более чем ну в два раза большие деньги ну и давайте начнем с вами сзади очень шумно звучит 6,4 и мы с вами видим функцию которая в принципе давно была доступна на различных автомобилях но здесь она тоже есть по умолчанию на всех версиях это функция открытия кик я смотрел обзоры москвичей которые делали и они пытались все время махать ногой на манер как это было в форде вот этот вот мах но уже давно компания определилась что таким образом вы теряете равновесие быстрее и оно не надо поэтому сделали просто кик соответственно который который просто махнул ногой и вот он у вас закрывается или открывается кстати еще один момент который хочу показать на обоих версиях то что досталось мы с вами видели цифровое зеркало заднего вида и вот его камера отдельно камера стоит здесь просто камера заднего вида обзор 360 у обоих машин и при этом посмотрите омывайка есть у каждой камеры то есть вот эта маленькая штучка это как раз омывайка для этой камеры а это омывайка для этой камеры то есть в грязной грязном каком-то бездорожье или просто климате или когда у вас какая-то зима то есть без проблем здесь мы с вами то же самое Вот она, омывайка этой камеры, которая цифровая, и вот она, омывайка камеры этой. Замечательно, да, они выглядят несколько иначе, но функционал сохраняется, это тоже очень классно, браво джип. Камеры 360 у нас с вами находятся у обоих автомобилей, здесь вот она вот так вот, в принципе, скрыта, и тоже, обратите внимание, имеет форсунку омывателя, что не может не радовать тех, кому не надо выходить и все время оттирать эту камеру, и тем самым еще и царапать периодически. Здесь же мы с вами видим абсолютный аналог камеры, которая классно вписалась в дизайн, и вот здесь вот у нас форсунка омывателя, которая вообще еле заметна, сделана реально более изящно. Классно, браво, браво, браво. Вместе с этим хочу вам показать, что объем багажника на самом деле не самый большой в этих классах, то есть, а мы сравниваем его с Syncone Navigator и Cadillac Escalade, но тем не менее, отличный, достаточно большой, чтобы поставить, например, с таймя тут, там, 2-3 чемодана и что-то положить. Здесь совершенно роскошные коврики, которые очень мягкие, с длинным борстом, очень красиво смотрятся, очень, так скажем, лакшери, и открывая подпольное пространство, мы с вами видим очень классную штуку. В комплекте автоматически идут уже рейлинги, то есть, вернее, точнее сказать, поперечные дуги для рейлингов, чтобы можно было поставить себе карго-бокс и перевозить что-то там еще. Также в комплекте здесь, вы видите, уже лежит сетка для того, чтобы можно было ее растянуть, и чтобы у вас продукты по багажнику не валялись. Классно, здорово, все здорово. Отсюда мы с вами можем третий ряд открыть-закрыть, то есть, при нажатии кнопки все электрически работает. Версия джипа, моя версия, она является самой практически базовой, несмотря на то, что имеет все эти опции, которые я показал, в том числе вентиляция и так далее, то есть, чуть более базовой, и поэтому у меня нету, но, в принципе, версия это есть, и это очень классно. Второй ряд складывается также автоматически, но, к сожалению, не раскладывается. И обратите внимание, что на третьем ряду здесь есть у нас также USB-USB-C, и, что самое главное, есть возможность управления спинкой. Это очень-очень классно и здорово. Тоже лакшери, как говорится, во всем. Итак, закрываем дверь и пересаживаемся с вами на второй ряд сидений. Отъезжающая подножка. Кстати, обратите внимание, для того, чтобы клиренс не уменьшался в случае подножки, она превращается просто в порог. Это очень классный дизайн и очень здорово сделано. То есть клиренс таким образом в случае вашей просто поездки не уменьшается. Ну что, пересаживаемся с вами в салон и видим абсолютно классные коврики. Вот так вот на манер тоже Роллс-Ройса. Они по краям сделаны таким очень красивым алюминием. Такие же вставки на пороге, такие же вставки на заднем кресле. В общем, все говорит о том, что автомобиль у вас 100% лакшери. Пересаживаемся в салон. Вот эта вот часть, она у нас не функциональна. Здесь ничего нет. Здесь при этом есть USB-USB-C. И видите, сделаны в виде решетки, передней решетки Гранд Вагонера. Очень классно смотрится. Розетка американская, обыкновенная, домашняя. Можно взять переходник и будет у вас 115 напряжения. Так, и здесь у нас с вами управление климат-контролем и сидениями, и вентиляцией. Тоже очень классно и здорово. То есть есть вентиляция сидений для пассажиров второго ряда. Обычно в лучшем случае здесь есть подогрев, а здесь, пожалуйста, и вентиляция. Очень большой туннель, маленькие сториджи, тоже с возможностью USB-USB-C зарядки. И открытие большого ящика для всевозможной всякой-всячины. Везде стоит надпись, что это Macintosh. И обратите внимание, алькантара. Прошивка ручек со вставками из алюминия. И то же самое здесь, сразу с крючками, если вам нужно повесить пиджак или что-то, вы едите с водителем. И, конечно же, светодиодный, как и в случае джипа, подсветка салона. Везде есть колонки, то есть вы везде будете с классным звуком, где бы вы ни сидели. Да, версия Obsidian, она несколько уникальна, потому что у нее нет вставок из настоящего дерева. И вставки вот такие вот, на мой взгляд, они смотрятся очень гармонично и очень по-богатому. Ну, очень классно, поэтому тем поклонникам, кто любит все черное-черное, это очень сильно понравится, потому что версия реально классная. Ну и, безусловно, основные отличия начинаются здесь. Конечно, качество материалов здесь явно выше, еще выше. Вот здесь у нас есть шильдик Series 2. Есть Series Free. Series Free отличается тем, что у вас появляется потолочная камера с 360 градусов. Вы можете, допустим, даже с пассажирского кресла, мама может наблюдать за детьми, или вы можете наблюдать за детьми или пассажирами сзади, которые едут, что и как. Здесь в этой версии ее нет. И нет здесь, к сожалению, ночного видения в этой версии тоже, как бы, вот такая вот отсутствие вот этих двух функций. Все остальное, в принципе, то же самое. Итак, передвигаемся сюда. И что мы с вами видим? Вот он, флагманский экран, который достался младшему брату. Здесь большой экран, который, безусловно, больше, чем там, с абсолютно классным разрешением. Я сейчас поставлю на авто. У меня день, я просто показывал вам оптику. И вот, посмотрите, как это все дело. Я надеюсь, у вас просто вот тут красным отдает, потому что экран бликует. Здесь управление. Я уже показывал климат-контролем. Сиденьями во всех возможных и невозможных пускостях, включая то, что у вас есть, как на линкольн-навигатор, или как у BMW, выдвигающаяся вот эта вот подушка, опора под коленки. Вот видите, вот ее можно выдвинуть, ну и, соответственно, задвинуть. То есть, сиденье, регулировка сиденья за, ну, мне кажется, заслуживает отдельной похвалы для дизайнеров красера. Потому что, ну, это сказать, что это удобно, это ничего не сказать. У вас не хватит фантазии и вообще даже возможности как-то критиковать сиденье. Потому что посмотрите, какие возможности они описывают. То есть, и боковая поддержка, и поддержка ног отдельно. Все это вы можете настроить просто до тончайших вообще моментов, и вам будет точно удобно. Безусловно, функция массажа в случае включения вы можете выбрать как режим от высокого до более щадящего. Соответственно, вы можете массировать только спину или только задницу. То есть, все, что вам как бы необходимо. Или выбрать его в виде водопада. Или выбрать его в виде того, как взбираться. То есть, все это есть для обоих пассажиров. И управляется как отсюда, так и с дверей. Вот здесь вот этими кнопками. Вместе с этим экран имеет огромное число настроек. Просто колоссальное. Здесь есть вообще все на свете. Вы можете выводить камеру, спидлимит и так далее. То есть, целая куча всевозможных внедорожных опций. Вот, допустим, у вас полностью вывод сюда карты. Также проекция на лобовое стекло. Безусловно, это делает машину просто фантастически классной. Потому что все эти опции, ну, просто, мне кажется, необходимы, удобны. И в любом лакте автомобиля они просто должны быть. Итак, здесь же в проекции я вам уже показал. Возможность там блокировки дифференциала и так далее. Вот вам, пожалуйста, все варианты, которые нужны для бездорожни. Также вы можете отстроить себе клиренс. Вот сейчас он находится на минимуме. И самое классное еще, что вы можете отстроить клиренс и занизить машину даже с ключа. То есть, просто нажав на ключе, есть автозапуск автоматически на ключе. Все эти функции у вас есть просто в вашем обыкновенном брелоке, который относится к машине. Функция автопарковки, функция удержания полосы и функция, когда вы можете свернуть с экрана, при необходимости использовать просто беспроводную зарядку и сторож. Браво джип. У меня здесь, на эту машину, не хватит никаких красочных эпитетов с описанием. Потому что настолько лакшери автомобиля, мне кажется, ну, джип точно не видел никогда. Да, я помню, что сейчас многие напишут, что это была реинкарнация. Такого же крутого по тем временам джип Гранд Вагонир, которая в 91 году была снята с производства. Но, тем не менее, эта машина достойный продолжатель этого всего. Посмотрите, даже кнопка старт-стоп, она выделена в отдельный вот такой вот приблуду, который делает, ну, вот просто более удобно нажать. И они оставили ее также на манер джипа. То есть, в каждой мелочи. Кстати, один из моментов, который я хочу показать, даже вот такие мелочи. И ровно тоже на джипе Гранд Чироки. Например, у вас вот этот вот защелка для ремня. Она с этой стороны отделана тканью, которая не дает ей в случае, там, какого-то вибрации брончать по, например, вот этому вот. Ну, здесь вот кожный салон, а там пластиковый. Вот эти вещи, они сделаны прорезиной, они тоже не стучат, а пластик. То есть, это очень прикольно и здорово. То же самое сделано на джипе. Это очень классно. И это действительно говорит о том, что джип заморочился, ну, просто до мелочей со своими лакшери элементами. Ну, что, ребят, заглянем под капот, покажу вам 6,4. Вот он, ребята, 6,4. И когда я смотрел обзор компании московской Ram Truck, ребята сделали, посмотрите, тоже сравнительный анализ. Абсолютно шикарный, роскошный, просто клевый, супер. Но они убрали вот эти вот флаги. Видимо, как я уже сказал, скрипы мешают. Ну, именно то по попе сдадут там теперь. А здесь, я не знаю, убрали ли они этот шильдик, но здесь есть вот такой шильдик, что написано, что создан он в Миссури и произведен в Миссури. То есть, и здесь написано, рожден в Америке. Да, этот автомобиль изначально, еще с момента 41-го года, основание джип-компании, рожден в Америке. И на тот момент убирали с Виллиса и делали его советским фронтовым автомобилем. И сегодня, видите, история повторилась. И, к сожалению, сегодня пытаются замылить это все дело. Но как можно замылить самый американский автомобиль из всех американских, джип, это невозможно, ребята. Это всегда шедевр, это всегда настоящая американская душа, это настоящий американский автомобиль. Только теперь сделанный не аскетичным и не автомобилем, который рожден для того, чтобы лазить по горам-долам, не знаю, там, американской грязи, например. А вы легко с ним выйти в любой свет, на любые мероприятия, вечеринки и так далее. И вы действительно будете приедти на лакшери автомобиле, ощущая это внутри, ощущая это за рулем и ощущая это в принципе в своем... В любом месте вы будете точно с пониманием того, что вы обладатель одного из самых роскошных настоящих внедорожников легендарных американских автомобилей. Ну а если вы человек, которому не нужны взгляды удивления, изумления и крики браво, то можно купить себе обыкновенный Гранд Чирокки. А если у вас, как у меня, большая семья, то вы легко еще разместите туда своих домочадцев и отлично отправитесь в путешествие. Все экономично, классно, здорово и в принципе получите не меньше удовольствия, но за в два раза меньшие деньги. Автомобиль лакшери для богатых и автомобиль для каждого. Вот такие вот два автомобиля, вот такое вот сравнение. Поэтому все, что смог вам, ребят, показал. Надеюсь, вам этот обзор понравился, получилось длинновато, но я старался. Такие автомобили, сейчас у нас один из автомобилей еще уезжает в Казахстан и мы, в принципе, занимаемся поставкой. Мы, это я и у меня есть еще сейчас друг, товарищ, партнер, с которым мы это делаем. То есть, в принципе, такие автомобили, да, можно заказывать, почему бы и нет. Обращайтесь, пишите в мой инстаграм, USFamVans. Те, кто правильно узнал, услышал, пишите, пожалуйста, задавайте вопросы и мы, в принципе, подберем. Да, итогово, стоимость этих автомобилей. Такой автомобиль стоит, в зависимости от комплектации, 112-116 тысяч долларов, плюс примерно 12% такой автомобиль. Вам обойдется в районе 55-50, ну, до топовой комплектации, там, порядка 67 тысяч, но, в принципе, можно подобрать в среднем в районе 62-57 тысяч. Это здесь плюс 12%, я обычно говорю, налоги, таксы и так далее всегда. Вот такая вот история. Пока-пока, увидимся, спасибо, что были на канале. Надеюсь, вам понравился обзор. Отдельный обзор, очень подробный, я запишу на Вагонир и сделаю ролик более профессиональный. Все, спасибо, пока-пока.